Денис Данильчук, меня зовут. Мы компания Гиперион. Моя супруга, учредитель и засновник этой компании. С 2015 года она выкупила у Нацбанка этот объект, чтобы зарегистрировать полностью ЦМК, единственный целостный комплекс. Мы занимаемся перевалкой, производством товарного бетона. При этом мы с детства занимались в Одессу, перевозили инертные строительные материалы вагонами, щебенку и песок. Мы из города Вознесенска, жена родом оттуда. То есть сами узаконили, организовали карьер лицензионный, ни под какими черными флагами. Всю жизнь занимаемся поставкой инертных материалов в Одесскую область, в город Одессу. Это была наша перевалка, нам ее остановили. Рейдеры пытаются захватить. Представили сначала патриотами. В группах АДК замешанная в делах 2 мая, которые были все знаменитые в Одессе. Мы, к сожалению, только сейчас об этом узнали. Это период этих, как говорится, баталий. Наш же арендатор, который у нас 4,5 года на территории, арендовал тоже место под бетонный завод. Такую же деятельность, как и мы ведем. Получал у нас вагоны, мы для него работали. Мои 100 человек на базе подавали вагоны. Моими тепловозами, моими людьми, моими конвейерами, моей электроэнергией. На сегодняшний день они нас захватывают, потому что у них большие связи в железной дороге, в Укрзалезнице. Сначала помогали им, помогали. Сейчас мы тоже обращаемся во все инстанции. Ездим в Киев, к генеральному прокурору обращаемся, к руководству СБУ, МВД. То есть некоторые помогают, некоторые перекупают от стороны. Приходит решение суда, этих товарищей, которые мы вам показывали. Приходит от них решение суда, заседания которых нас не приглашают. Вот сейчас происходит самая уникальная вещь, наверное. Первый раз в Одессе за 30 лет такое произойдет. То есть эти люди наглым образом, под поддельными подписями регистраторов, на нашей базе, узаконили 26 квадратных метров. 26 в нашем ЦМК, внутри. Вы просыпаетесь утром, рядом с вашим реестром другой, что у вас есть собственник на 26 квадратных метров. Мы обратились никуда-либо, в Министерство юстиции. С утверждением министра, его комиссию, которую он собрал, без единой копейки денег, законно. На сегодняшний день есть такой вариант для людей, обратиться в Министерство юстиции. За подпись у первого зама министра отменяют это решение. На сегодняшний день мы чего стоим на акции, так рано утром, потому что суд принимает позов против нас, чтобы отменить решение юстиции и им вернуть 26 квадратных метров на нашей собственной территории, бывших наших арендаторов. Вот по такому поводу мы здесь собрались. Спасибо, что услышали. Скажите, как давно эта ситуация началась? 7 месяцев стоим, 100 человек уволили. Остальные люди просто, вот это наши рабочие, мы держимся, жена платит им 7 месяцев, чтобы просто не разбежался коллектив. Ну, конечно, речь идет о простой зарплате, а то, что было при рабочем состоянии предприятия, мы в месяц по 1000 вагонов выгружали, мы обеспечивали ведущие предприятия Одессы, мы маленькую прибыль, наценку имеем, мы всегда востребованы. Мы просто помешали кость в горле на станции застава 1, на своей же собственной базе, на своей ветке, ну, происходит вот такое бесчинство, беспределы, отнимают и девушки, и меня. То есть, ну, вот такая ситуация.